Всем привет! Рано или поздно каждый из нас слышит фразу «надо созвониться, обсудить детали». И, как правило, мало кто из нас с энтузиазмом хватается за трубку или заходит в скайп, чтобы созвониться. Причин этому десятки. Вы не уверены в своей речевой коммуникации, вы комплексуете по поводу своего акцента. Если мы говорим об иностранном рынке, вы считаете звонки тратой времени. И, чтобы все-таки во время звонков вы произвели хорошее впечатление, чтобы вы получили тот проект, работу, которую хотите, я и записываю это видео, где делюсь с вами основными правилами, которые я вывела для себя и которые работают. Надеюсь, они вам помогут, и вы все звонки будете заканчивать фразами «все замечательно, спасибо, начинаем работать!» Моё первое правило касательно звонков – это если есть возможность избежать созвонов, избегайте. Потому что большинство звонков – это трата времени. Возможно, сейчас во время карантина вы воочию испытали, каково это – проводить совещание или присутствовать на совещаниях через Zoom, которые растягиваются, которые в реальной жизни заняли бы намного меньше. То же касается и любых звонков. Если работодатель пишет вам такую фразу «хочу обсудить детали», скорее всего, он бы мог вот эту выжимку, мысль, суть расписать буквально в несколько предложений длиной. А во время звонка эта мысль может растянуться и на десятки, на десятки минут. Конечно, заказчику не отвечу, что «нет, я не хочу созваниваться, там фаза луны не та». Надо предъявить причину. И такой валидной, красивой причиной может быть формулировка, к примеру, как «я предпочитаю письменную коммуникацию, потому что при ней сохраняется вся информация, и я могу к ней вернуться, я более уверен, что ничего важного не пропустил». Вот такой подход, он очень профессиональный, потому что и вправду лучше держать коммуникацию в письменном виде, потому что тогда, если есть какие-то несогласовки, какие-то недопонимания, вы всегда можете вернуться и показать работодателю, заказчику, что «вот, мы об этом говорили, вот как вы это все указали, и вы на это согласились». А во время звонка кто-то что-то сказал, слово «вылетело», «пролетело», «недослышали», «недопоняли», и в итоге начинаются еще бесконечные правки. Чтобы этого избежать, лучше всегда коммуникацию держать в письменном варианте. И когда вы такую причину предоставляете работодателю, он понимает, что да, это имеет место быть. И, возможно, он вас послушается и не захочет проводить звонок. Но это, конечно же, не всегда работает. Есть работодатели, которые даже при предоставленной причине, к примеру, «I prefer written communication to keep all the information in place, in order», тем не менее будут настаивать на звонке. И тогда соблюдайте следующее правило. «Будьте заранее», как говорится, на месте событий. «Проверьте соединение к интернету». «Проверьте настройки аудио и видео». «Откройте все ссылки, которые были упомянуты ранее в вашей письменной коммуникации». «Описание проекта», «веб-сайт заказчика». «Если еще какие-то ссылки он высылал, откройте все эти вкладки, чтобы это все было перед глазами». Потому что во время звонка вы не хотите говорить «Ой, подождите, дайте я открою». Вы уже совсем ознакомились, вы уже знаете, о чем вы говорите, и таким образом и звонок будет покороче. И еще такой момент. Если платформа, через которую вы вышли на заказчика, имеет встроенную функцию звонка, к примеру, Upwork, тогда проводите лучше звонок через нее. Если же это другие платформы, или вы вышли на заказчика другим каким-то образом, напрямую, скорее всего, это будет Skype или Zoom. Убедитесь, что у вас установлены эти приложения, что они работают, чтобы не было никаких казусов. И наступает момент истины, вам звонят. И здесь, как лотерея, или вы получаете просто аудиозвонок и отвечаете на него аудио, или заказчик вам звонит с камерой. И это значит, что если у него включена камера, то он ожидает, что и вы покажете свое лицо. Это такой этикет. Поэтому заранее убедитесь, что вы одеты более-менее презентабельно, и что у вас такой какой-то там нейтральный фон. Здесь вы никогда наверняка не знаете. Но если камера у работодателя есть, желательно у себя ее тоже включить. Следующий момент. Если мы говорим о нашем рынке, русскоговорящем, тогда, скорее всего, разговор сразу перейдет к делу. К проекту, к заданию, если же мы говорим об иностранном рынке, возможно, такое понятие, как светская беседа, small talk. Я, например, не люблю small talk, потому что это ни о чем. Но если ваш работодатель, ваш заказчик задает такого плана вопроса, там, как у вас дела, как там у вас погода, или как я недавно была на линии с банковским клерком, и он меня спрашивал, чтобы не звучать грубо, вы должны как-то ответить. Желательно сжато. Я просто говорю all good, all good. Если спрашивают how are you, вы тоже можете сказать fine, how are you. Это все чистая формальность. Никто не ожидает, что вы начнете рассказывать, там, как вы себя чувствуете, или как сменяются сезоны года в той географической локации, в которой вы находитесь. Все держим кратенько. Заранее подготовьте себе какие-то такие заготовочки, особенно если это иностранный язык, о том, что все у меня хорошо, там, я живу там-то, и погода замечательная, и все. Это чисто такой small talk, он проходит буквально через несколько фраз. После формальности мы уже переходим к сути звонка, и это важный этап всего мероприятия. Ваша задача слушать, внимательно слушать. И, возможно, вы боитесь звонков, потому что думаете, что это скорее допрос о том, кто вы, что вы, но чаще это желание работодателя рассказать о своем бизнесе. Да, сам работодатель может думать, что он созванивается с вами, чтобы убедиться, что вы именно тот человек, с которым он там желает работать. Но, как правило, работодатели созваниваются, потому что они считают, что вы, как фрилансер, не сведущ о сути его бизнеса. И это, в принципе, правда, вы не можете знать его бизнес, так как знает сам хозяин, сам владелец. Поэтому он и будет вам рассказывать об истории, возможно, даже о продукте, об ожиданиях. И здесь будет много лишней информации, будет это все растекаться. Но ваше дело записывать ключевые слова, если мы говорим об иностранном языке, пытаться услышать ключевые слова, записывать основную мысль заказчика, чтобы затем вы не потерялись вообще вот о чем идет речь. И если возникает какая-то неловкая пауза, или вы что-то пропустили, или заказчик замолчал, у меня для вас здесь классная техника, которая поможет вам и выглядеть профессионально, и произвести хорошее впечатление. Эту технику я изучила от бывшего агента ФБР, у него сейчас есть мастер-класс, где он делится очень простой, но эффективной техникой. Ваша задача просто повторять последние два-три слова вашего собеседника. И эта техника работает не только на поприще бизнеса, но и в личных отношениях с друзьями. К примеру, вам работодатель говорит, что и вот мы занимаемся изготовлением деревянных панелей. Вы деревянных панелей? Да, да, мы уже там с такого-то года выходим на рынки, вот сейчас вообще планируем выходить и в Китай, и в Южную Корею. А, Китай и Южная Корея? Ну, мол, вот в таком плане. Что это вам дает? Это показывает, что вы вовлечены, что вы реально слушаете, даже если вы не очень слушаете. Заказчик повторяет еще раз свои мысли, он уже лучше обмозговывает, чего он ожидает, вообще зачем это все говорит. Вы получаете больше информации, вы лучше уже понимаете суть. И если какая-то такая вот пауза, вы ее закрываете, и уходит такой дискомфорт, да? А разговор, что называется, течет, flow. И таким образом вы закрыли все щели. И если это иностранный язык, когда вы с первого раза не поняли вашего собеседника, у вас есть еще одна возможность послушать, что же он имел в виду. Поэтому возьмите себе на заметку, повторяйте последние слова собеседника, но там, где уместно. Потому что если вы будете так все время повторять, человек может просто говорить и говорить. Люди очень любят говорить. И уже отойдет от сути, от сути проекта, от того, что вам полезно бы знать для выполнения. Поэтому старайтесь все-таки вот так вот мягко использовать эту технику. Если уже вы понимаете, что вы не понимаете, о чем идет речь, вы уже потерялись, и хотите уточнить и проявить себя, как вот такой активный слушающий собеседник. Во время разговора также советую держать около себя блокнотик с ручкой, чтобы записывать какие-то ключевые понятия. Потому что это может вам пригодиться, и я расскажу, когда. Теперь переходим к пугающей части, к той части, к которой страшатся все фрилансеры. Это когда уже вам задают открытые вопросы, и вам надо на них отвечать. Что делать? Ну, во-первых, не волноваться, не паниковать. Заранее просто подготовиться. Как правило, вопросы будут касаться вашего профессионального опыта. Если мы говорим об английском языке, вопросы могут звучать как What type of project have you worked on? Над какими проектами вы работали? Или Can you show me your portfolio? Or can you show me related tasks you've accomplished? Можете показать мне вашу портфолио? И вы можете сами себе сказать, я же тебе уже показывала, что ты меня опять просишь высылать. Но дело в том, что, возможно, вы не один такой фрилансер, с которыми общается компания, заказчик. И поэтому, чтобы себе напомнить, а тот ли вы Дима, который делал вот тот сайт про шины или нет, они и запросят ваши ссылки, поэтому подготовьте их. Также могут спросить конкретнее о каком-то проекте. What is the recent project you worked on? Какой последний проект, крайний проект, с которым вы работали? What did you accomplish? Чего вы достигли? Вот такого плана вопроса касательно проектов, работы, скорее всего, будут озвучены, поэтому подготовьте себе заметочки, какие-то предложения, особенно, если это аудиозвонок, вы можете затем даже их просто перед собой, перед глазами поставить и читать, если мы говорим об английском языке. Если мы говорим о русском языке, ясное дело, что, возможно, речь польется, как вода, и тогда вы уже будете, как я вот сейчас, рассказывать, 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 но не забывайте, держим мысль лаконичной, четко, по сути, вас просили о проекте, вы о нем кратенько рассказали. Также потенциальный работодатель может задать технические вопросы, мол, с какими программами вы работаете, да, там, software, эти все названия, они универсальны во всех языках, снова-таки, просто перечислите, с какими программами вы работаете, какие навыки у вас есть, всю эту информацию вы уже включали в свою портфолио, здесь вы уже знаете, о чем говорите. Другой вопрос, который может появиться, касается дедлайнов, мол, are you able to meet the deadline for this project, к примеру, сможете ли вы вовремя предоставить проект, да, до дедлайна, особенно иностранные заказчики, для них очень важно, что все выполнено в сроки, и вы услышали слова deadline, и вы должны понимать, что это не просто пустой звук, что есть какая-то такая вот дата, которой надо все выполнить, и, конечно же, желательно сказать, что yes, вы можете. И под конец вам зададут вопрос do you have any questions, если у вас вопросы, и здесь вы можете просто отмахнуться, пойти таким простым путем, сказать no, I don't, у меня нет вопросов, или же все-таки снова проявить, проявить интерес, проявить профессионализм, и уточнить какую-то информацию. К примеру, во время этого разговора заказчик не до конца объяснил что-то, осталась у вас какая-то вот такая непонятка в голове, серая зона, и используя фразу «А не могли бы вы уточнить?» или «А не могли бы вы уточнить?» «А не могли бы вы уточнить?» или «А не могли бы вы уточнить?» Или «Мне бы хотелось лучше понять, что вы подразумеваете под?» И таким образом вы не просто уточняете информацию, вы показываете, что вы внимательно слушали, и у вас остались какие-то вопросы, что вполне нормально, что вполне приемлемо, и заказчик будет только рад увидеть свидетельство того, что вы присутствовали во время звонка, что вы слушали. И здесь, где ваши заметочки, которые вы писали на листочке, вам очень пригодятся. Во время звонка, вопросов и вариантов ответов просто может быть масса. Отпишитесь в комментариях, по какому поводу вы созваниваетесь с заказчиками. Или это фриланс-проект, или это интервью, устройство на работу. И если вам интересно, я бы могла более конкретно рассказать вам, как отвечать на какие вопросы. Поэтому отписывайтесь в вопросы, которые вы слышали и с которыми у вас возникали затруднения. Буду рада помочь, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить будущее полезное видео. Ставьте лайк этому видео, и спасибо, что были со мной. До новых встреч!